девчонки привет ребята тоже привет всем привет мы с вами все еще находимся в воронеже и вот здесь воронеже на вокзале я встретила знаете что антикварный магазин подумала почему бы и не зайти и зашла и конечно по традиции беру вас с собой этот антикварный магазин занимает очень небольшую площадь но в нем огромное количество предметов просто огромное и рассмотреть их все за один раз я думаю что не представляется возможным если вы живете в воронеже рекомендую зайдите посмотрите но если вы не живете в воронеже то этот магазин представлен в интернете а именно у этого магазина есть инстаграм аккаунт в инстаграме на котором я оставлю ссылку внизу под этим видео там выложены предметы с ценами и вы можете задать вопрос непосредственно если вам здесь что-то понравится у меня я решила не убирать звук на видео решил оставить вам атмосферу вокзала давайте так как будто бы эффект присутствия как будто бы мы с вами находимся там вместе давайте походим посмотрим ну и как обычно как обычно в моих видео с ценами будет ну не всегда все хорошо на что-то я спросила на что-то ценники приклеены но на остальное извините отправляйтесь в инстаграм там более подробная информация довольно неудобным показалось мне ну наверное это все объясняется малым количеством места то что продаваемые наборы могут стоять не вместе например я увидела какой-то соусник или же там молочник я думаю что это молочник оказалось что это целый набор включающий в себя и сахарницу и чашки но они просто стоят не вместе ну а там где есть ценники вы можете просто остановить видео посмотреть количество предметов и цену за сервис вот этот довольно довольно большой вот это красиво это чашка лета пара здесь я на некоторые предметы цену спрашивал поэтому постараюсь вам сейчас по памяти назвать надеюсь что ничего не перепутала посмотрите голубая вот стеклянная красивая ажурная вазочка стоило тысячи рублей вот этот маленький кувшинчик of aze 1000 рублей вот эти бокалы красивей и по моему 2000 за пять штук по моему так надеюсь я ничего не путаю вот этот соусник по моему 400 рублей мне он очень понравился своей формы но декор какой-то очень скромненький форма прям хороша и он тяжелый увесистый такой а вот такие чайные трио сиреню я купила я купила две два чайных трио получается за 1000 рублей по 500 рублей каждая потом как-нибудь покажу вам из дома помою приведу в порядок покажу кузнецов красавчик узнаваемый цену не спрашивал на чашка разбита видите какая огромная трещина не очень знакомая нам форма чашки лфозе большое количество подстаканников не спрашивал цену не знаю вот эта лампа сейчас я спрошу цену вы услышите сказать этот лампу голубая на какую цель в миг в а в так в в в в Продолжение следует... Продолжение следует... А вот эти статуэтки с мальчиками, я тоже спросила цену, они были по восемь. Продолжение следует... Иногда объявления очень громкие, приходится их все-таки заглушать. Я спросила цену на елочные игрушки, в частности, на вот этого вот мальчика. Он стоил 500 рублей. Помните, я на блошном рынке купила такого за 200. Ну, вот, мне тогда в прошлый раз повезло. Я так потихоньку вытаскиваю некоторые предметы, рассмотреть. Но это все опасно, просто все стоит друг на друге, и я все время боюсь, что обрушится вся башня. Вот это очень красивая чашка, и, по-моему, это не чашка, по-моему, это целый сервис с ручной росписью, хорош необыкновенно. И по поводу цен, я вам хочу сказать, что цены доступные. Конечно, они выше, чем на блошном рынке, но они гораздо ниже, чем во многих антикварных магазинах. Поэтому рекомендую, зайдите, посмотрите. Продолжим рассматривать. Я снова вытаскиваю некоторые предметы, чтобы рассмотреть поближе. Вот это маленькое блюдце, здесь цена указана, написано, что оно стоит 100 рублей. Вот это две, я думаю, что это, наверное, пепельницы, раз есть такие выемки под сигарету. Симпатичные, две штуки было. Вот это очень миленькие блюдца, их было несколько штук, но чашек к ним я не увидела. Возможно, они стояли в другом месте, а возможно, их и не было. Я не знаю, не спрашивала. А вот от этой чашки я не нашла блюдца. Чашка очень красивая, тончайшая, легчайшая, очень хороша. Но без блюдца. Хотя, может быть, оно где-то и было. А вот эта чашка точно была одна. Я спрашивала, она стоит 200 рублей. Но у нее не было ни блюдца, ни тарелки. И она была в одиночестве гордым. Такая красивая. А вот этот сервис полностью соответствующий моему вкусу. Строгий, лаконичный, элегантный, сдержанный. Белый, синий, золотой. Очень красивый. Нравится мне. Картины здесь собраны довольно много. Но вот рассмотреть их не совсем просто. Они составлены в разных местах. Что-то сверху, что-то внизу, что-то с топками. И тут, наверное, если только задаться целью, что я хочу купить картину, прийти и целенаправленно все рассматривать. Тогда, наверное, так. Но картин много. Разной тематики, в разных техниках. Я думаю, что подобрать при желании можно на любой вкус. Вот. А сейчас вы видите старинное зеркало. Мне оно понравилось. Я спрашивала цену. Оно стоило 4 тысячи. Ну, знаете, я, пожалуй, оставлю попытки рассмотреть картины до следующего раза, до более подходящего случая. А сейчас я попрошу, чтобы нам с вами показали бижутерию. Давайте лучше посмотрим бижутерию. Ну, на броши здесь где-то цены подписаны, где-то не подписаны. В любом случае, проходите в Инстаграм. Там, по-моему, все эти броши представлены с ценами. Но, если я ничего не путаю, то, по-моему, минимальная цена, что я видела, кажется, 400 рублей. И максимальная, что я видела, по-моему, 2000. Ну, вот как-то так в этих пределах. Это, конечно, не блошиный рынок. Но, с другой стороны, я встречала и гораздо дороже. А броши здесь есть довольно интересные. Мне некоторые очень даже понравились. Правда, я ничего не купила. Спасибо за внимание. Продолжаю рассматривать. Вот это мне как щит понравилась, брошь. И еще мне одна понравилась. Сейчас вы увидите с гранатовым стеклом. Я спросила цену вот это. Вот не помню, либо 700, либо 800 рублей. Но согласитесь, что для такой броши эта цена очень даже доступная. Еще из бижутерии здесь были колечки, сережки. Но я для себя ничего интересного, привлекательного не нашла. Помимо этого, еще было то, в чем я совершенно не разбираюсь. А именно значки какие-то, монеты. Кроме этого, еще большое количество книг. В общем, много всего, что можно очень долго рассматривать. Что сюда нужно, конечно, приходить не на полчаса, как я здесь провела, а на гораздо большее время будет у вас возможность, заходите. Ну, может быть, мы с вами вместе еще как-нибудь сюда зайдем. А пока что я буду с вами прощаться. Очень рассчитываю на лайк. Возможно, на репост. Жду от вас обратной связи в комментариях. Ну и прощаюсь с вами до следующего видео. Пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok